Рассказ Николая Носова «Живая шляпа» читает Павел Бесилин. Шляпа лежала на комоде. Котенок Васька сидел на полу возле комода, а Вовка и Вадик сидели за стволом и раскрашивали картинки. Вдруг позади них что-то плюхнулось, упало на пол. Они обернулись и увидели на полу возле комода шляпу. Вовка подошел к комоду, нагнулся, хотел поднять шляпу и вдруг как закричит «Ай! Ай! Ай!» и бегом в сторону. «Чего ты?» – спрашивает Вадик. «Она живая!» «Кто живая-то? Ляпа? Что ты? Разве шляпы бывают живые?» «По-по-по! Посмотри сам!» Вадик подошел поближе и стал смотреть на шляпу. Вдруг шляпа поползла прямо к нему. Он как закричит «Ай!» и прыг на диван. Вовка за ним. Шляпа вылезла на середину комнаты и остановилась. Ребята смотрят на нее и трясутся от страха. Тут шляпа повернулась и поползла к дивану. «Ай! Ай! Ай!» – закричали ребята. Соскочили с дивана и бегом из комнаты. Прибежали на кухню и дверь за собой закрыли. «Я ухожу!» – говорит Вовка. «Куда?» «Пойду к себе домой». «Почему?» «Шляпы боюсь!» «Я первый раз вижу, чтобы шляпа по комнате ходила!» «А может быть, ее кто-нибудь за веревочку дергает?» «Ну, пойди, посмотри. Пойдем вместе. Я возьму кочергу. Если она к нам полезет, я ей кочергой тресну». «Постой! Я тоже кочергу возьму». «Да, у нас другой кочерги-то нет, но я возьму лыжную палку». Они взяли кочергу и лыжную палку, приоткрыли дверь и взглянули в комнату. «А где же она?» – спрашивает Вадик. «Вон там, возле стола». «Сейчас ее как тресну кочергой», – говорит Вадик. «Пусть только подлезет ближе, бродяга такая». Но шляпа лежала возле стола и не двигалась. «Ага!» – испугалась. Обрадовались ребята. «Боится лезть к нам?» «Сейчас ее испугну», – сказал Вадик. Он стал стучать по полу кочергой и кричать. «Эй, ты шляпа! Шляпа!» Но шляпа не двигалась. «Давай наберем картошки и будем в нее картошкой стрелять», – предложил Вовка. Они вернулись на кухню, набрали из корзины картошки и стали швырять в шляпу. Швыряли, швыряли. Наконец, Вадик попал. Шляпа как подскочит кверху. «Мяу!» – закричало что-то. Глядь, из-под шляпы высунулся серый хвост. Потом лапа. А потом и сам котенок выскочил. «Васька!» – обрадовались ребята. Наверное, он сидел на полу, а шляпа на него с комода упала, – догадался Вовка. Вадик схватил Ваську и давал его обнимать. Давал обнимал, обнимал. «Васька, миленький, как же ты под шляпу попал?» Но Васька ничего не ответил. Он только фыркал и жмурился от яркого солнечного света. «Васька!» «Васька!»